Доброе утро! Доброе утро! Вот сейчас я услышал у Александра «Регион» слово. Что это значит? Значит, смотрите, на самом деле международный фестиваль современного танца «На грани» проходит в формате бьеннале раз в два года. И прошлый был ровно год назад. Но мы решили так надолго не исчезать из поля зрителей, из поля внимания зрителей, и раз в следующем году проводить в формате «Регион», то есть не приглашая международной команды, но представляя премьеры наших ведущих коллективов и театров, и в этом году это происходит на нескольких площадках, но главное – это новая сцена театра музыкальной комедии, которая вот-вот только что открылась. А, это прямо вот на новой сцене? Да, вот на этой самой красивой новой сцене, которая огнями горит углом вот на Лениной и Витнице. Бывший кинотеатр «Совкино» где-то, понятненько. Вот, ну кроме этого будет еще одна площадка использованная, сейчас скажу, но эта площадка основная. Там небольшая камерная сцена, поэтому там не очень большие такие постановки, экспериментальные. В общем, у нас вот дебют на самом деле у фестиваля, потому что через год он будет такой нормальный, международный, когда все площадки театральные используются, города, и вот, а в этот раз вот так. А участники кто? Значит, кто участники? Вот у нас 4 дня фестиваля, сегодня открывают его хедлайнеры, как бы хозяева, эксцентрик-балет Сергея Смирнова, значит, золотомасочные лауреаты, они показывают... Хозяева, скажем так. Хозяева, ну так скажем, хозяева, да. Хотя, хозяева для своего представления сегодня, которое называется эскиза, пригласили гостей, три коллектива из Москвы, из Ирбита, из Екатеринбурга, где свои работы поставили не только Сергей Смирнов, но два его лучших солиста, Ашот Назаритян и Татьяна Брызгалов. Это будет такой вечер, как бы, Сергей Смирнов и друзья, наверное, не знаю, хотя он называется эскизы, это сегодня. Завтра и воскресенье у нас будут два очень интересных спектакля, которые можно назвать мировой премьерой, потому что это на сцене ЦК Урал, на студенческой 3. Компания 2046, такая компания молодая, в общем, хотя она все время у нас принимает участие. Артисты Тюза молодые, да, Тюз у нас сейчас, так сказать, закрытся основной площадкой, но многие ищут при себе применение. Плюс несколько музыкантов и очень известный хореограф и режиссер Ксения Петренко делают спектакль «Переезд». Это мировая премьера. Это драматические артисты у нас в танцевой тут. Да, потому что это такая пластическая драма, потому что там будут танцовщики. Компания 2046 состоит из трех девушек и одного молодого человека. Ничего не напоминает вам из классических сюжетов, на что это можно было бы разложить? «Переезд» и «Переезд». Трехсесты? Вот именно. Понятно. Вот, поэтому «Переезд» куда «Переезд»? «Москву». «Состоится он, не состоится», я думаю, зрители узнают. Но в нем участвуют живые музыканты, четыре очень хороших молодых актера из Тюза и вот эта команда 2046. Расскажите, а кто зрители, вот кого вы ждете на этот фестиваль? У меня такое ощущение... Извините, а я не договорила, у нас еще в субботу будут гости из Челябинска, они приедут к нам с новыми работами. И в воскресенье компания «Акаем» и проект Екатерины Жаринова и Ольги Севастьяновны. Собственно, вот участники. А где можно вот так вот подробно посмотреть, чтобы на сайте воспринимать? На сайте, конечно. Сайт «Москомедии» и есть такая рубрика «Фестиваль на грани». И там все и программа, и участники, и все, кто выступает. Я верну свой вопрос о зрителях. Кто ходит на танцевальные спектакли? Я, честно говоря, несколько раз был на танцевальных спектаклях. У меня такое ощущение, как будто я пришел в чью-то компанию. То есть это одни и те же люди, они все друг друга знают, друг с другом здороваются. Я уже там через несколько раз тоже начал с ними уже здороваться. А так все, Евгений, я пару раз ходил. А на кого вы ходили, на какой театр? Ну, я и на эксцентрик-балет Смирнова ходил, и в Тюзи у нас. Понятно, да. Ну, понимаете, в чем дело? У этого жанра есть, конечно, очень такие фанатичные, преданные поклонники. Но у каждого из наших екатеринбургских театров, которые очень знамениты, у провинциальных танцев, у эксцентриков, у них есть точно своя публика. Ну и плюс все остальные, которые интересуются. Конечно, это, прежде всего, молодая публика, потому что это такой актуальный вид искусства. Это происходит сегодня, здесь и сейчас. Поэтому, вообще, на самом деле, в Екатеринбурге самая лучшая публика для контент-арведен, потому что, ну, такой, в общем, не самый, так скажем, понятный, доступный иногда, да, вид искусства. Там истории не рассказываются так, как в кино. Их надо немножко прочувствовать, понять, ощутить. Там нет нарратива в таком прямолинейном смысле слова. Но публика очень хорошая. Так, вот о кино, видео-дэнсе. Я знаю, что это какое-то новое направление, я с ним вообще не знаком, что это такое. Не, на самом деле, это просто хорошие, очень хорошие документальные фильмы о танце, которые нам предоставил Французский институт танца и наш Альянс Францесс, который просто, ну, как бы, с нами всегда, на самом деле, с первого фестиваля. Они были даже отчасти соучредителями, у нас французы всегда принимают участие в международных программах. Вот, и эту программу мы называем видео-дэнс, потому что она посвящена очень таким важным, ключевым фигурам современного танца. Допустим, вот фильм Доминик Мерси «Танцует Пину Бауш». Я думаю, вы слышали об этой фигуре, да? Или там еще какие-то. Все связано с французами. Эльдорадо Прильджакажа. Прильджакажа – это хореограф, который стоит в гранд-опера, но при этом он, в общем, так сказать, современного направления. То есть формат-то какой? Мы смотрим... Смотрите, формат такой. Идет спектакль. После этого, как у нас обычно на фестивале принято, мы сидим и разговариваем, потому что у зрителей бывает много вопросов, что-то обсуждаем, пауза, размонтировка, а потом опускается экран, и мы смотрим серьезный фильм. Ну, заговорив о зрителе, я не хотел никого обидеть или, наоборот, сказать, что это какая-то очень элитарная отдельная публика. Я, собственно, хотел узнать, билеты-то еще есть? То есть кто-то с улицы, кто никогда не ходил на танцевальные спектакли, он может попасть на фестиваль? Смотрите, в этом году сложность какова? Обычно огромные залы, большие, да, там 600-700, потому что у нас и драма, и мускомедия, и тюз были задействованы. В этом году новая сцена, она маленькая, 170, поэтому места ограничены. На сегодня, я знаю, что уже нет точно. А переезд свой спектакль дает в ЦК Урале, но там все действие происходит на сцене, и зрители там сидят. Опять же, количество мест не так много. Есть билеты-то? Ну, говорят, что еще есть. Еще есть немножко. Говорят, что еще чуть-чуть есть. Спасибо, спасибо большое, Лариса Барыкина, арт-директор фестиваля танцевального, фестиваля международного. Современного четвертого. На грани региона. Современного танца. Современного танца. Была у нас в гостях, рассказывала, собственно, о фестивале. В общем, говорят, билеты еще есть. Билеты еще есть, а если нет, то, мне кажется, у звезд можно спросить, они подскажут, где их можно достать. Сейчас у нас на очереди городском, а после вернемся в эту студию.